Перед просмотром ролика подпишитесь на наш паблик ВКонтакте. Ссылка в описании. Наши войска побывали в большей части европейских столиц. 255 лет назад, ранним утром, 28 сентября 1760 года, войска генерала Захара Чернышева вошли в Берлин. Всю Европу облетела фраза, брошенная фаворитом русской царицы Елизаветы, графом Шуваловым. Из Берлина до Петербурга не дотянуться, а вот из Петербурга до Берлина достать всегда можно. Даже самый беглый взгляд в прошлое позволяет заметить, что граф был прав. Европейских столиц, где не побывал бы русский солдат, крайне мало. А в некоторых наши отметились даже не по одному разу. Берлин, 1760 год. Самое пикантное в истории первого взятия Берлина в том, что генерал Чернышев двумя годами ранее угодил в плен к прусскому королю Фридриху Великому. Зато теперь немцы не приняли бой, позорно отдав столицу. Союзные русские и австрийские войска заняли город. И тут национальный характер явил себя во всей красе. Австрийцы уничтожали статуи и картины, поджигали и насиловали. Русские патрули были вынуждены стрелять в союзников, чтобы спасти город от разорения. В итоге Фридрих Великий вынужден был признать – спасибо русским. Они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице. Рим, 1799. Рим – вечный город, мечта завоевателей всех времен. Но отряд русской морской пехоты 800 штыков под началом лейтенанта Петра Балабина явился туда не завоевывать, а освобождать. Наполеоновский гарнизон бежал, едва узнав о приближении русских. «Восторг, с каким нас встретили жители, делает величайшую честь и славу россиянам», – писал лейтенант. Улицы были усеяны обывателями обоего пола. Даже с трудом могли проходить наши войска. Виват Московита было провозглашаемо повсюду с рукоплесканиями. Стокгольм, 1809. Когда 7 марта 1809 года по городу разнеслась весть «Русские у ворот», многие сочли это шуткой, ведь Стокгольм отделен от России Ботническим заливом. Но это был первый в истории марш-бросок пешком через море. 250 километров по льду в метель и буран, 5 ночных переходов. Гений тактики Багратиона и логистики Барклая де Толли. Результат – паника грандиозных масштабов и выведение Швеции из ряда великих держав. Париж, 1814 года. Ультиматум царя Александра I. Если Париж не сдадут, к вечеру никто не узнает место, где была эта столица. Город сдали, и Александр даже оставил оружие парижской полиции и жандармам. В Лувре он удивился отсутствию некоторых картин и статуй, опасаясь русских варваров, их увезли в Орлеан. «Совершенно напрасно», – ответил царь, – «никто бы к ним не притронулся». Это не похвальба. Когда французы хотели разрушить статую Наполеона, Александр приставил к ней караул из русских гвардейцев. Амстердам, 1813. Александра Бенкендорфа мы знаем как недруга Пушкина и душителя всяческих свобод. Но в Амстердаме память о нем принципиально другая. Именно он, заняв город, прочитал прокламацию об освобождении страны от французов. А голландцы в честь русского генерала до самого 1914-го отмечали национальный праздник – День Казака. Ссылка на материал под видео. Подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.